Добрый день, дорогие друзья! Сегодня отвечу на вопрос, который в последнее время звучит часто. Совместим ли инфодайвинг с боевыми искусствами? И задают его, как правило, люди, которые ранее занимались у нас же в школе выживания. На занятия приходили к Белоусову, Лаврову, другим тренерам. И они понимают, что работа с информацией – это одна из частей, которая была в школе выживания, в основе. И как-то там тренировали всякие тонкие практики, настройки, интуицию. А здесь мы вдруг раз и разорвали все шаблоны. Не говорим ни об интуиции, ни о тонких практиках, ни о чем. Более того, у нас нету никаких боевых таких моментов. И у людей реально возникает вопрос, как эти вещи можно совмещать. И вы знаете, если гипноз совместим и очень хорошо совместим с боевыми искусствами, более того, он дает более классные результаты в спорте, чем могли бы быть. Более того, ряд состояний, которые включают именно поток энергии, психические состояния, низкочастотные состояния, то есть в экстремальных условиях, когда человек идет на выживание, это все совместимо с боевыми искусствами, с выживанием и так далее. Но если мы возьмем именно инфодайвинг, то инфодайвинг с боевыми искусствами не совместим вообще. То есть можно заниматься отдельно боевыми искусствами, приемами и так далее. И отдельно заниматься инфодайвингом. Взять потом и совместить это как-то, например, в деятельности будет сложно. Попробую объяснить, почему. В инфодайвинге используется высокочастотное состояние. Это состояние высокой духовности. Казалось бы, пустые слова, там треп, да, и все это типа ерунда. Так вот, инфодайвинг начинается по частотам от любви и выше. Любовь, радость и более высокочастотное состояние. И в этих состояниях человек не воюет. В этих состояниях человек не дерется. Любая физическая нагрузка возвращает человека к телу и выдергивает его во внешнюю реальность. Инфодайвинг – это спокойствие, это умиротворение и это целостность. Если вы создаете в своей голове, в своем восприятии, игру, в которой вам надо с кем-то соревноваться, от кого-то убегать, с кем-то воевать, если там есть нападающий, если есть убегающий, защищающийся и так далее, это уже внешняя игра. Вы уже не в погружении. И, соответственно, доступ к информации будет заблокирован. Инфодайвинг – это о целостности. Это об умиротворении и это об огромной внутренней силе. В инфодайвинге основой идет субъективное восприятие. Субъективное восприятие – это значит, есть только вы, и все остальные люди являются продуктами вашей психики. Соответственно, при таком подходе, кроме вас, на вас никто напасть не может. Кроме вас, вас никто защитить не может. И так далее. Вы есть Бог, который сотворил эту реальность и который несет за нее ответственность. Представляете? И тогда у вас есть доступ к информации. Но если есть только вы, то эта информация нужна только вам. И вам открывается та информация, которая интересна только вам. Потому что вам же она нужна. И есть только вы. А того, кто не вы – нет. И выполнить чей-то приказ в таком случае становится невероятно сложно. А работать под чей-то запрос невероятно сложно. Я не говорю невозможно. Наверное, какие-то возможности существуют. Но для этого сперва надо решить свои внутренние конфликты и вопросы и выйти все равно на интерес и на целостность. И вот в состояниях целостности нет конфликтующих сторон, нет иерархических каких-то разделений и так далее. Вот это про инфодайвинг. Понимаете, глубина разная, подходы разные. И поэтому грани вообще восприятия человека разные. Поэтому, когда мы говорим об инфодайвинге, мы говорим о том, что мы учимся быть искренними с самими собой, честными с самими собой. Мы учимся быть самими собой, открытыми самими себе. Это большой процесс такой духовной, внутренней работы, развивающей работы. И в инфодайвинге есть очень важный момент. Сперва мы учимся и познаем себя с глубины своей психики. Когда мы выходим за ее пределы, именно за пределы своей личности, становимся всем, то дальше есть градация на уровне. И везде есть допуски. Эти допуски человек дает сам себе. Но если хотя бы в каком-то месте он кривит душой, а там ведет душа, там все делает душа, то он не получает доступа, он не проходит. И все просто тренировки превращаются в пыль. Видите ли, это действительно дается тем, кому это интересно, кто хочет быть сам собой, кого устраивает этот мир, кто радостен, кто целостен. Это очень высокочастотное состояние и это очень расширенное сознание. Вот инфодайвинг, это об этом. Там воевать не с кем, господа. И бороться, и конкурировать, и так далее. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если все-таки у вас возникнет желание продолжить занятие, только это уже не в школе выживания, потому что нет кого выживать и спасаться, это уже будет саморазвитие, самопознание, знакомство с собой, настоящий мы искренне. Тогда приезжайте в Минск, мы вас ждем с удовольствием. Мне очень нравилась аудитория школы выживания. И вспомнить 2 дня. Великой и перейти они